Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Американский банк Silicon Valley официально закрывается по мере того, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов берет на себя управление. Но одновременно крупнейший венчурный капитал снова согласился поддержать утопающий банк. Второй по капитализации стейблкоин USDC отвязался от курса доллара. Триггером стали застрявшие 3,3 миллиарда долларов в банке Silicon Valley. Эффект домино вслед за стейблкоином USDC, стейблкоины DAIA, USDD и FRAX также отвязались от курса доллара. Оставайтесь с нами. Банк Silicon Valley был официально закрыт Калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, что стало вторым по величине банкротства банка в истории США. Федеральная корпорация по страхованию депозитов FDIC была назначена его управляющим и сообщает, что все сострахованные вкладчики получат полный доступ к своим средствам в понедельник 13 марта. Согласно пресс-релизу FDIC в пятницу, одновременно с этим был создан Национальный банк страхования вкладов Санта-Клары для защиты вкладчиков SVB, в который были переведены все сострахованные депозиты из обанкротившегося банка. По данным агентства, на 31 декабря 2022 года общий объем активов Silicon Valley Bank составлял около 209 миллиардов долларов США, а общий объем депозитов – около 175 миллиардов долларов. SVB является крупнейшим банком, потерпевшим крах со времен Великой Рецессии в 2008 году, когда Washington Mutual Bank закрылся с активами в размере 307 миллиардов долларов, а затем был приобретен JP Morgan. Паника вокруг SVB начала распространяться в среду после того, как банк объявил о намерении привлечь 2,25 миллиарда долларов и продать портфель облигаций на сумму 21 миллиард долларов для реструктуризации своего баланса. Итоговая продажа принесла компании убыток в размере 1,8 миллиарда долларов. Крупнейшие компании венчурного капитала подтвердили готовность поддержать Silicon Valley Bank, а также просить портфельные компании возобновить свои взаимоотношения с банком, если тот будет должным образом куплен и капитализирован. Химант Танеджа, генеральный директор General Catalyst, сообщил 11 марта, что руководители нескольких венчурных компаний встретились сегодня, чтобы обсудить систематический риск краха Silicon Valley Bank. Позднее сегодня было опубликовано совместное заявление этих компаний об условиях возобновления поддержки банка. Венчурные компании согласны с тем, что Silicon Valley Bank SVB является надежным долгосрочным партнером индустрии венчурного капитала, обслуживая стартап-сообщество и поддерживая инновационную экономику в США. Брэд Герстнер, основатель Altimeter Capital, сказал, «Силикон Уолли стоит вместе со своими основателями. Продолжаем внедрять инновации. Продолжаем строить. Это сделает нас сильнее». Почти все согласны с данным утверждением и в гораздо больших объемах. ФРС необходимо действовать немедленно для того, чтобы на 100% обеспечить безопасность вкладов. Кроме того, Эллен Маск сообщил о том, что заинтересован в возможной покупке банка. Мин Лян Тан, генеральный директор Рейзер, сделал предложение Твиттеру купить банк и сделать его цифровым. На что в Твиттере Элон Маск немедленно ответил, «Я открыт к этой идее». И пока Элон Маск планирует внедрить поддержание платежной системы социальной сети на основании фиатных денег, полностью развитая банковская инфраструктура может иметь большое значение при приобретении Silicon Valley Bank. Стейблкоин USDC отвязался от курса доллара по мере того, как Circle сообщил, что 3,3 миллиарда долларов застряли в обанкротившемся банке Silicon Valley. Практически сразу, как эмитент стейблкоина USDC Circle сообщил о том, что не может получить запрошенные 3,3 миллиарда долларов из имеющихся 40 миллиардов своих резервов в банке Silicon Valley, образовался огромный всплеск продаж, в результате чего курс отвязался от доллара и упал ниже отметки 1 доллара. На момент подготовки этой статьи курс стейблкоина колебался на уровне 0,87. Ончейн данные также показывает, что Circle выкупила 1,4 миллиарда долларов США за 8 часов. Чтобы уменьшить риск криптовалютной компании, включая Coinbase и Jump Trading, выкупили около 850 миллионов долларов США и 138 миллионов долларов США соответственно. Отвязка стейблкоина USDC от курса доллара вызвала эффект домино и по другим стейблкоинам. Вслед за USDC от курса доллара отвязались также DAI, USDD и FRAX. Экосистема стейблкоинов почувствовала на себя незамедлительный эффект, когда USDC отвязался от курса доллара из-за образовавшейся распродажи, вызванной вследствие необработки запроса на 3,3 миллиарда долларов банком Silicon Valley. Стейблкоин DAI, выпущенный MakerDAO, потерял около 7,5% из-за отвязки стейблкоина USDC. Из всего объема обеспечения USDC представляет собой более 51% обеспечения DAI на сумму 4,4 миллиарда долларов. В результате этого DAI также отвязался от курса доллара и на какое-то время опустился ниже уровня 0,89. На момент написания этой статьи стейблкоин восстановился в своей стоимости и поднялся на уровень 0,92. Также стейблкоин USD Digital, USDD, выпущенный TRON и частично алгоритмический стейблкоин FRAX, столкнулись с аналогичной проблемой по мере распространения плохих настроев в рынке. Курс USDD упал на примерно 7,5% до отметки 0,92, а FRAX упал еще ниже, до уровня 0,88. Таким образом, неделя завершается крайне негативно. Посмотрим, что принесет нам новая неделя и получится ли у крипторынка отыграть потерянные объемы. На этом мы с вами прощаемся и до встречи в следующем выпуске.